Здравствуйте! Вы смотрите первый в наступившем 2022 году выпуск Большого Космоса. Программа о самых интересных событиях и людях отечественной и мировой космонавтики. Третий испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки произведен 27 декабря с космодрома Лисевск. Роскосмос поздравил с успешным пуском воздушно-космические силы и коллективы предприятий, участников производства ракеты-носителя. Это центр имени Хруничева, НПО «Энергомаш», научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Пелюгина, центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры. Большой космос присоединяется к поздравлениям. Уважаемые участники сводного боевого расчета, позвольте вас поздравить с успешным пуском. С данным пуском пожелать вам крепкого здоровья, всего самого доброго. И впереди много будет еще у нас работы. Хотелось бы пожелать и впредь успешной, надежной работы. Спасибо вам за проделанную работу и за то мужество, можно сказать, героизм, который был проявлен при подготовке и при проведении данного пуска. И еще один успешный старт. 27 декабря с космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1Б» с разгонным блоком «Фрегат» и космическими аппаратами компании «Уанвэп». Впервые с Байконуром было запущено 36 спутников. Нынешний запуск с Байконуром – 12-й в аналогии сотрудничества Роскосмоса с компанией «Уанвэп». Орбитальная группировка «Уанвэп» увеличилась еще на 36 спутников и достигла 394 аппаратов. Первый запуск спутников «Уанвэп» в 2022 году запланирован на февраль. Об этом информационному агентству ТАСС сообщил генеральный директор главкосмоса Дмитрий Лоскутов. Сегодня в выпуске будет много экспертных интервью, комментариев по поводу итогов минувшего года, а также прогнозов на год наступивший. И вот о чем исполнительный директор по перспективным программам и науке Роскосмоса Александр Блашенко рассказал моему коллеге Николаю Марченко. Смотрим. Это «Большой космос». У нас в студии очень специальный, очень уважаемый, очень радующий нас своим приходом гость. Это исполнительный директор по перспективным программам и науке Госкорпорации Роскосмоса Александр Блашенко. Александр Витальевич, приветствую. Впервые в нашей студии. В новой впервые. Да, в новой впервые. А так мы с вами общаемся в режиме, при котором общаться хотелось бы почаще. Александр Витальевич, завершается 2021 год. Год, крайне насыщенный для Роскосмоса российской мировой космонавтики событиями. По вашей оценке, именно для нашей отечественной космонавтики, какие вещи стали самыми значимыми, самыми главными, самыми интересными? Ну, может быть, попробуем составить топ-5 суперсобытий российской космонавтики в уходящем 2021 году. В телеграфном режиме тогда, да? Да. Топ-5. Значит, ну, конечно, модуль наука. Наверное, узловой модуль можно либо разделить, либо как-то вместе с ним, потому что он ждал, собственно, запуска МЛМ. Узловой модуль не мог отдельно лететь, не дождавшись. Это вы опричали. Да, это опричали. Это все-таки знаковый для нас проект, который глубоко в душе каждого сотрудника, наверное, госкорпорации засел, что называется, потому что удалось свежим взглядом посмотреть на проблематику, годами накапливавшуюся в проекте, и осуществить этот запуск. Это было все-таки титанический труд большого коллектива людей. И именно свежий, неформальный взгляд на существо проблем, которые накопились. Это вот однозначно, наверное, номер один. МЛМ «Наука запуска и интеграция в состав российского сегмента». Которая, собственно говоря, и продолжается, и сейчас, и будет продолжаться еще и в 2022 году. Безусловно, это очередной безаварийный год. Я каждый раз стучу по всем возможным деревянным местам, но это действительно очень важно для нас привыкнуть к успеху и к качественной работе. Для нас, я надеюсь, что это станет все-таки закономерностью, и это должно стать. Очень важно для нас это очередной год, где мы достойно осуществили всю пусковую кампанию, которую нам надлежало осуществить. Я постараюсь аккуратные, такие суеверные формулировки придать. Давайте еще раз вообще-то напомним нашей аудитории, которая, честно говоря, все время растет, не сочтут это за похвальбу. Она растет в том числе благодаря тому, что в наших программах участвуют топ-менеджеры Роскосмоса и ведущие представители российской космонавтики. Какой по счету год безаварийный для Роскосмоса? Это третий, да. Третий у нас безаварийный. Очень хочется отметить коллег моих, которые отвечают за это направление. Действительно, очень большая работа была проведена. Позвольте к вам присоединиться и продолжаем. Топ-5. Это, конечно, полномасштабное разворачивание научной программы аппарата «Спектр РГ». Продолжаем съемки неба. В этом году у нас, помимо того, что год науки и технологии, еще и 60 лет полету Гагарина, еще и Нобелевскую премию в мире в этом году дали за открытие как раз в астрофизике. И, в принципе, вот примерно на том же научном поле, на что у нас скотроены наши аппараты. Третье – это «Спектры». Значит, все-таки я бы отметил тоже нетрадиционный такой, нетривиальный, неформальный подход к подготовке космонавтов, который нам удалось в этом году осуществить при подготовке проекта «Вызов». На удивление, действительно, коллеги отлетали две недели. С первого дня были готовы выполнять ту задачу, которая была на них возложена. И здесь, конечно, Центр подготовки космонавтов и Институт медико-биологических проблем, и ФМБА, они подошли к этой задачке с должным уровнем творческого энтузиазма. И то, как это будет выглядеть, в кадре нам еще предстоит с вами узнать и оценить. Но, действительно, сам факт, что люди практически безболезненную и адаптацию, и реабилитацию после двух недель прошли, это налагает отпечаток на нашу деятельность и будет использовано в дальнейшем. Это тоже важно, если это сложить еще с сверхкороткой трехчасовой схемой, это прямо фактически тот космический туризм полноценный. Не подпрыгивание на двухминутную длительность суборбитального полета. Которым пытаются гордиться некоторые наши зарубежные партнеры. Это пребывание в составе экипажа на орбитальной станции. Это серьезная миссия, которая требует вовлечения, в общем-то, в космическую деятельность. Это у нас четыре было. Четыре, да. Четыре было. Ну и пятое. Для меня, наверное, я воспользуюсь служебным положением, наверное, в данной ситуации. Я отмечу все-таки утверждение финансирования на трехлетний период и открытие финансирования в этом году по программе «Сфера». Удалось убедить и руководство страны, и финансово-экономический блок правительства в необходимости открытия и первоочередных работ, и работ на ближайшую перспективу по новому поколению спутниковых группировок. У нас уже, к сожалению, ну, наверное, вот весь тот накопленный багаж и потенциал, он подходит к концу. Нужно активно идти в новые технологические уклады, в новые конструктивно-компоновочные решения. И где-то даже разумную долю риска увеличивать, выдавая главному конструктору все-таки разумную возможность ошибаться в своих решениях. Потому что без этого фундаментального права вы никогда не получите прогресс. Вот вся мировая история, она об этом говорит. Вот я бы отметил пятым пунктом — это открытие новой программы по комплексному развитию космических информационных технологий, программы «Сфера». Мы уже фактически развернули работу и доводим сейчас деньги до предприятий, это уже свершившийся факт, на осуществление запусков спутников-демонстраторов. Уже в следующем году у нас полетит демонстратор для закрепления орбитально-частотного ресурса за нашей страной по спутникам интернету, система «Скиф». И через год уже полетит спутник-демонстратор, но уже такой близкий к боевому. Это низкоорбитальная система интернета вещей. Ну и, конечно, мы будем догонять мировые тренды по дистанционному зондированию Земли, по спутниковым платформам, по обработке данных, и бортовой, и межспутниковой связи, и много-многое другое. Мы большие надежды возлагаем на это направление. И не только мы, как менеджмент корпорации, но и предприятия, отрасли ждут. Александр Витальевич, «Арктика-М» ведь тоже событие, прямо скажем, нерядовое. Да, один из знаковых результатов, очень для нас радостный и важный в этом году, это запуск аппарата «Арктика-М» тоже миссия, к которой мы шли довольно долго. Это аппарат из целой серии аппаратов «Арктика-М». Это значит, что у него ключевая задача – это метеорология. Значит, функциональным заказчиком является «Росгидромет». И мы получили фантастические, на самом деле, снимки нашей планеты, именно арктического ее региона, причем в разных спектральных каналах. Это очень ценная для наших коллег из «Росгидромета» информация, потому что «Арктика» – это такая фабрика или кухня погоды на всем земном шаре. И вот наблюдая этот регион, мы только благодаря этому сможем строить эффективные прогнозы всей климатической обстановки в глобальном масштабе. Александр Анатольевич, собственно, уже вы начали говорить о том, что предстоит в 2022-м. 2022 год. Ну, конечно, это «Экзомарс», конечно, это «Луна-25». Мы горячо надеемся и очень ждем возобновления нашей лунной программы фактически. «Луна-25» – следующий год. Спустя 45 лет посадка космического аппарата, автомата на поверхность Луны в район Южного полюса, самый лакомый кусочек лунной поверхности, куда все взгляды нацелены. И это начало шагов по подготовке к высадке человека, потому что без цикла посадки автоматов на поверхность Луны мы человека запустить не сможем. Мы должны отработать и картографирование местности, и систему мягкой посадки, и систему мягкой посадки тяжелых аппаратов предтечи лунного взлетно-посадочного модуля для космонавтов. «Экзомарс» – тоже долгожданный проект, большой объем научной аппаратуры на борту, и посадочные платформы – это наша зона ответственности, посадочная платформа «Казачок», и «Протон» – носитель, и «Розалин Франклин» – это марсоход, Европейское космическое агентство. И на посадочной платформе, и на марсоходе огромное количество различной аппаратуры, сделанное нашими организациями, Академией наук нашей и европейскими коллегами. Конечно, целевая задача всех миссий по паломничеству на Луну, там скоро уже, наверное, пробки из марсоходов выстроятся, это поиск жизни, поиск следов жизни, поиск маркеров возможной жизни. Вот не оставляет человечество надежд найти где-то еще какие-то формы. И Марс для нас – это такая надежда. Вот изучение нашего, так сказать, соседа и брата по Солнечной системе. Вот ТОП-2, Луна-25, Экзомарс. Для меня, конечно, это запуск демонстратора. В следующем году по программе «Сфера» – это важный объем работ. Мы применили все возможные такие прорывные, нетрадиционные подходы к организации работ, чтобы эти сроки осуществить. И я думаю, что, дай бог, мы успешно эту миссию выполним. Это будет для нас таким ориентиром и для организации дальнейших работ, как вот в случае с проектом «Вызов». Для нас была подготовка космонавтов. Это три. Ну, конечно, в следующем году нам нужно получить определенность по проектам «Морской старт», по проектам новой российской орбитальной служебной станции. Эти вопросы у нас находятся на рассмотрении в правительстве. Тоже не требуют приличного ресурсного обеспечения. Мы ищем сейчас какие-то варианты, которые могли бы быть оптимальным компромиссом. Значит, по ядерной и космической энергетике у нас работы, развернутые до 2024 года по линии Роскосмоса, мы финансами обеспечены. Но вместе с тем мы и в этом году, и, наверное, в следующем будем завершать формирование отдельного проекта на горизонт до 2030 года по ядерной и космической энергетике. Это вот для нас, для меня лично, это задача тоже, ну, такой первостепенной важности. Это у нас, наверное, уже где-то четыре. Да, в общем, можно даже и пять сказать. Ну, и, конечно, отдельно это продолжение повышения эффективности деятельности Международной космической станции. Мы в этом году переработали довольно серьезно всю нормативную базу по допуске работ. Мы стараемся снижать нормативные требования к научной аппаратуре, потому что она уникальная, она опытная, она не всегда ложится в логику военной приемки и требований к служебных бортовым системам, которые мы предъявляем к нашим таким боевым аппаратам. Поэтому мы все-таки постарались облегчить жизнь постановщикам этих экспериментов и перенести акцент по контролю не процесса изготовления оборудования, а допуска его на борт. Здесь нужно формировать себе план исследований, здраво понимая, что эту штангу мы сможем поднять. Вот эта задача для меня, в том числе, тоже большую важность имеет. Насытить предельно и научными амбициями, и ресурсами эта программа научных исследований на Международной космической станции. Александр Итач-Балашенко, исполнитель и директор Роскосмоса по перспективным программам и науке в нашей студии. Интереснейший рассказ, Александр Итач, спасибо огромное, но без новогодних поздравлений не отпущу. Вам слово, пожалуйста. Вы знаете, у меня есть одна из любимых фотографий, которую я в научно-популярных презентациях люблю демонстрировать завершающим слайдом. Это фотография с миссией Осинний Гюгенс, это ЕК НАСА, делали миссию где-то в 13-е года. Значит, миссия была к Сатурну, с пролетом, с нескольким спутником, различным телам Солнечной системы. В общем, была выполнена полная научная программа, и аппарат продолжал демонстрировать свою функциональность, и над ним начали издеваться, заставляя его пролетать сквозь кольца Сатурна. Думаю, ну, если уж он во что-нибудь влетит, ну, ничего страшного, уже он всю программу выполнил. Вот он летал, летал, и никак ни во что не врезался. Установили большое количество научных открытий, данные получили по плотности, по структуре этих колец. И он одной из последних своих фотографий передал на Землю вид на Сатурн, виден кусочек планеты, вид на его кольцо, и маленькая голубая точка. Фотографию назвали потом Little Blue Spot, маленькая голубая точка. Вот она прям буквально нескольких пикселей, и зачастую на фотографиях ее даже стрелочкой так подписывают, чтобы ее можно было найти, не потерять. Вот если посмотреть на нас с этой точки зрения, видно, насколько мы локально сосредоточены вообще во Вселенной, как малы. Мы, и вот все мы, со всеми нашими проблемами, мы сосредоточены вот на фоне Сатурна и его колец в маленькой голубой точке. Вот сейчас, наверное, человечество не лучшие времена переживает, хотя, казалось бы, когда они... А когда они были лучшими. Казались лучшими. Но я пожелаю всем нам, во-первых, найти эту фотографию, посмотреть, во-вторых, задуматься о хрупком мире, в котором мы живем. Вот этот маленький, на самом деле, космический корабль под названием Земля, который вокруг Солнца с бешеной скоростью вращается, и вот там мы со всеми нашими проблемами и семейными, и геополитическими, и медицинскими, и постараться как-то сохранить и Землю, и взаимоотношения друг с другом. Ну и, конечно, чтобы было место, которое называется дом, которое нас перезагружало, перезаряжало и давало силы на свершение, наверное, ради всего человечества. Вот нам хочется в Роскосмосе, чтобы это было ради всего человечества. Наступивший 2022 год должен стать годом премьеры фильма, съемки которого впервые в мире прошли в космосе, на МКС. Конечно же, речь идет об уникальном проекте «Вызов». Тему продолжит Влад Миронов. Все сюжеты, репортажи и прямые трансляции знаменитого пуска Союза МС-19, за которым в октябре этого года без преувеличения наблюдал весь мир, не передают лишь одного — удивительную атмосферу тепла, которая за эти полгода возникла между специалистами очень точной, суровой, технической отрасли и людьми чистого творчества. Поэтому в канун Нового года, когда принято возвращаться к тем, кого мы любим и кому хотим сказать спасибо, знаменитый киноэкипаж и их дублеры приехали в Центр подготовки космонавтов. Туда, откуда все началось. И это действительно была, скорее, встреча старых друзей. Я скучаю по людям, потому что всегда самое интересное, самое важное в любом деле — это люди. Если говорить про то, за что я благодарна, я благодарна за то, что, может быть, не сразу, потому что мы все равно люди из другой системы, и вообще соединение двух этих миров, космоса и кино, это не самое простое заединение, мы очень разные люди. Но я так благодарна, что это соединение произошло, и что есть люди, которые меня полюбили, потому что, конечно, невозможно делать, вообще ничего невозможно делать вне любви, но такой амбициозный, такой рискованный, такой волнительный проект, первый раз вообще в мире, конечно, можно было делать только в любви. За любовь благодарна. На встречу также обсудили и будущее проекта «Вызов». А оно включает в себя не только художественный фильм с одноименным названием. Это и серия документальных, и научно-просветительских передач, информационные сюжеты, главная задача которых — заинтересовать темой космоса миллионы. Очень многое нам предстоит сделать и с точки зрения популяризации российской космонавтики. Мы ждем, в общем, серьезный контент по деятельности и Центра подготовки космонавтов, вообще предприятия ракетно-космической отрасли, что, в общем, уже в этом году показало возросший рост интереса к российской космонавтике. В общем, мы надеемся, что этот рост в следующем году не прекратится, а будет все увеличиваться и увеличиваться. На итоговой встрече очень часто звучала мысль «Сделано только малая часть того, что еще предстоит». Впереди новые горизонты и цели, которые во многом олицетворяет актриса 2021 года — Юлия Пересильд, с которой мы не могли не встретиться в канун наступающего 2022-го. Это Роскосмос ТВ. Сейчас у нас есть уникальная возможность пообщаться с первой актрисой, побывавшей в космосе, Юлией Пересильд. Юля, здравствуйте. Здравствуйте. А вообще как? Как проходит реабилитация? Ну, на самом деле, для нас это время может не так быстро лететь. Реабилитацию мы прошли, уже все мы в своих делах, занимаемся своими делами. Я вернусь в театр. Еще не играю в спектакли, но уже есть какие-то новые проекты, новые истории. Скучаете по космосу, если честно? Я скучаю. А почему именно? Какой образ возникает в голове? Наверное, по ощущению невесомости, потому что это какое-то совершенно особенное состояние, которое практически невозможно создать на Земле. Ну, правда, говорят, многие космонавты говорят, что у них есть проблемы с держанием предметов после того, как они возвращаются. У вас было что-то подобное? Нет, такого у меня не было. Такого у меня не было, но волкро – это вот такая штука, на которой все держится. Долго мне хотелось дома на вилочке наклеить волкро, чтобы потом как-то так привычнее как будто бы. Юль, на самом деле, скоро Новый год. Это время, когда принято немножко рефлексировать на то, какой был предыдущий. Каким был для вас 2021? Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями. Ну, он был тяжелым, но очень счастливым. Он еще не закончил, все еще может много чего произойти, но в целом это был такой год, который, наверное, может быть, больше такого вообще никогда не будет. Это что-то такое особенное и волнительное, и очень много было переживаний, и очень много было испытаний, и очень много было страхов, и было что-то такое. И что-то такое – это космос. Вот, конечно, самым главным подарком, какой-то наградой – это космос. Это 12 дней на МКС. А как вызов, в принципе, изменил вас? Изменил ли вообще? Ну, я надеюсь, что все-таки я не хотела бы меняться, особенно в худшую сторону, потому что я надеюсь, что я – это я, и такой я и останусь. Ну, может быть, я стала более спокойной, потому что столько было переживаний, что если так реагировать, как я, как актриса, обычно на это реагировала, то, наверное, мы не дотянули бы ни до старта, ни до посадки. Поэтому, наверное, я стала спокойнее. Что можете пожелать нашим зрителям, которые на самом деле с самого начала наблюдали за всем этим вашим удивительной дорогой в предстоящем, наступающем, точнее, Новым годом? Я, главное, всем желаю здоровья, потому что это такое время непростое. Берегите себя. Каждый вот как может. Правда, берегите себя, не тратьте друг другу нервы, не ругайтесь. Попробуйте. Так часто бывает, что если на что-то посмотреть с другой стороны, становится легче, проще, спокойнее. Вот это очень важно. Как для любого руководителя организации, каждый год он всегда складывается тяжело, поэтому этот год тоже был непростой. Кое-чем можно похвастаться. Мы выполнили программу подготовки и экипажей, и участников космических полетов. Часть из них успешно полеты свои выполнили. Успешно – это значит без существенных замечаний, что, в общем-то, характеризует качество работы Центра подготовки к самому. Я думаю, что за таким видом подготовки и, соответственно, полетами тоже есть свое будущее. Безусловно, количество таких полетов будет от года к году увеличиваться, поэтому мы должны быть к этому готовы. Держи, держи. Уже все хорошо. Соответственно, и свои практики, свои технологии, методики, отборы, подготовки мы оттачиваем. Это вот работа с Климом Шипенко, да, и с Юлей Пересильд. Безусловно, это одно из перспективных направлений, и мы будем совершенствовать и свою работу, чтобы сделать эту подготовку, такого типа подготовку, более интенсивной, более эффективной, может быть, менее продолжительной. В том числе и участники космического полета от Японии, которые отлетали с Александром Мисуркиным, успешно отлетали. Оба этих полета вот в 21-м году, они, в общем, показали правильность направления нашего движения и, наверное, показали, что за таким видом полетов тоже есть будущее, и мы должны быть к этому готовы. Процесс подготовки – это вообще такой живой механизм, постоянно совершенствующийся, и совершенствование это связано и с теми результатами работы космонавтов на борту, и с теми результатами методической деятельности преподавателей. Поэтому постоянно вот этот процесс уточняется, и новые методы применяются в подготовке, и, исходя из требований, новые тренажёрные средства разрабатываются. Так что мы стараемся в этом смысле соответствовать требованиям времени. Нам удаётся отдельные процессы цифровизовать. Это связано и с документооборотом, и в том числе с техническим документооборотом. Это связано с цифровизацией обеспечения деятельности космонавтов, планирования деятельности космонавтов, работы с учебной документацией, ну и ещё целый ряд направлений, которые сейчас находятся у нас в процессе цифровой трансформации. Прежде всего, я хотел бы наш коллектив, Центр подготовки космонавтов, поблагодарить за хорошие результаты работы в этом году, за честный, такой самоотверженный труд, потому что мы решали непростые, не очень типовые для нас задачи, которые, тем не менее, нам удалось решить. А пожелать бы, знаете, хотелось бы, прежде всего, реализации наших планов. Здесь, в Центре подготовки, у нас много, что задумано, что предстоит сделать, в том числе и в следующем году. Для этого нужны и определённые силы, и желания, и компетенции. Вот я хотел бы, чтобы всё это у нас было в достаточности, чтобы мы эти планы выполнили. Система управления ракетоносителем в норме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Международная космическая станция 31 декабря сделала 16 витков вокруг Земли. Антон Шкаплеров и Пётр Дубров угостили своих орбитальных коллег мандаринами и селёдкой под шубой. Впрочем, как уточнили в пресс-службе Роскосмоса, наши космонавты отдыхают только 1 и 2 января. А уже с 3 числа снова рабочие дни и подготовка к выходу в открытый космос. На борту МКС сейчас работают 7 человек. Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Пётр Дубров. Астронавты НАСА Марк Ван Дехай, Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Берн. А также астронавт Европейского космического агентства Матиас Маурер. Под Новый год особенно хочется делать добро и верить в чудеса. В Московском музее космонавтики совместно с Госкорпорацией Роскосмос прошло благотворительное мероприятие. Маленькие любители космонавтики смогли отправить новогодние послания космическим адресатам на орбиту Антону Шкаплерову и Петру Дуброву, руководителю Роскосмоса Дмитрию Рогозину, командиру отряда космонавтов Олегу Каноненко, а также сотрудникам музея. В акции приняли участие московские школьники и подопечные фонда «Галчонок». А помогали им в этом актриса Юлия Пересильд и космонавт Сергей Куть-Сверчков. Я считаю, что, во-первых, это приближает детей к космосу, потому что кажется даже взрослым чем-то нереальным, чем-то далеким. А детям оно дает ощущение, что все возможно, что космос рядом, и что даже те люди, которые кажутся очень далекими, до них можно дотронуться, с ними можно поговорить, им можно написать письмо. То есть как-то делать ближе космос к детям. Мне очень понравилось, что ребенок у меня сегодня задумался, что он вообще, чего он достиг в этой жизни за последний год. И она структурировала так вот свои достижения. И я увидела, что она действительно, во-первых, это все записала, а во-вторых, она собой погордилась. Это вообще было супер, это было классно. Очень радостно и счастливо к ним всегда приходить. А теперь я уже первый раз сюда пришла и со своими детьми, и с детьми фонда «Голчонок», и просто другие дети. Я поняла, что это такое место прекрасное, такая атмосфера, такое умение рассказать про космос легко, понятно, с юмором. И вот эта идея с письмами, ну вы же видели, какие дети сегодня были счастливые. Я тоже написала письмо в космос, и была этому абсолютно счастлива, да. А уже в самой госкорпорации «Роскосмос» состоялась встреча сотрудников с представителями фонда «Юнити» и космонавтом «Роскосмоса» Андреем Борисенко. Цель мероприятия — развитие корпоративного волонтерства и проектов в области корпоративной социальной ответственности. У нас есть возможность вдохновить людей, вдохновить детей, найти в себе силы и биться с болезнью. Ну вот история мальчика, она не единственная. Многие дети нереально переходят в ремиссию от сопричастности, веры в свои силы победить болезнь. Я думаю, это очень важно, особенно для тех, для кого, собственно говоря, фонд и работает. В частности, для детей, которые больны очень тяжело, тяжелыми болезнями, которые не всегда удается преодолеть. Я думаю, что, наверное, если смотреться с точки зрения вот этих людей, этих наших детей, это крайне важная работа. И я рад, что «Роскосмос» вот так плотно взаимодействует с «Юнити», потому что определенные возможности есть у корпорации «Роскосмос», и эти возможности, я думаю, найдут свое применение. Тем более, что, как сегодня говорилось на встречах для детей, все, что связано с космосом, это что-то на грани волшебства, иногда за грани волшебства. Мы уже не первый год, как благотворительный фонд «Юнити», сотрудничаем с госкорпорацией «Роскосмос», и сейчас предновогоднее время, время новогодних чудес и волшебства. И действительно, каждый, на самом деле, может принести чудо ребенку в больнице, и каждый может поучаствовать в работе нашего фонда. Это могут быть услуги пробода, это можно сделать пожертвования на сайте, а можно присоединиться к нашей дружной команде, нашему космическому экипажу, и вместе с нами ездить в больницы. В нашем экипаже уже больше 20 космонавтов «Роскосмоса», и даже участвуют семьи космонавтов. Если очень захотеть, можно в космос полететь. Ну или, по крайней мере, отправить туда свои мечты на настоящей ракете. Неважно, что это – суперкрутой телефон, дрон с видеокамерой или же цель стать космонавтом. Все эти нарисованные желания скоро украсят ракету-носитель, которая доставит мечты ребят с онкозаболеваниями к звездам, чтобы они обязательно сбылись. «Роскосмос» и фонд «Юнити» в этом помогают. В реабилитационный центр «Русское поле» города Чехова после сложных операций приезжают ребята со всей страны. И кроме стандартных лечебных процедур, их ждала настоящая арт-терапия. Наша задача – просто детям устроить праздник, помочь им отвлечься от сложного лечения, вдохновить их на дальнейшую жизнь, привнести им в радость, познакомить их с космосом, и чтобы они знали, что мечты все обязательно сбываются, особенно, когда они отправляются к звездам. Кроме работы над будущим дизайном одной из ракет, ребята раскрашивали космических матрешек, получали подарки от «Роскосмоса» и общались с реальным космонавтом. Сергей Куцверчков сказал, что давно не получал столько внимания. Они все расспрашивают, они фантазируют, совершенно разные вопросы задают. От неожиданно сложных вопросов, например, про теорию большого взрыва могут задать вопрос, какие-нибудь малыши, потому что они где-то читали, где-то видели. До самых банальных вопросов, самых простых, например, как вы там едите, как вы там моетесь, почему еда улетает. Такие самые-самые простые вопросы, которые возникают, когда фантазируешь. На каких планетах вы бывали, а когда на Марс полетите. Ну, то есть, классные вопросы. До этого в космос уже отправлялись с ответственным заданием исполнить детские мечты, раскрашенные скафандры. Вот один из них – победа. Он тоже стал звездой вечера. Не только среди детей, но и среди взрослых тоже. Еще бы, мечтать нужно и важно в любом возрасте, тем более, что космос эти мечты услышит. Новогодние истории хороши тем, что вызывают у каждого из нас самые приятные воспоминания из детства. И сегодня мы расскажем и покажем нашим зрителям, как образ и достижения в покорении космоса выражаются в предметах новогодней тематики. Для начала мы приглашаем наших зрителей в новогоднее путешествие в пространстве и времени в Московский музей космонавтики, где открылась выставка «Куклы, не игрушки». Идея создания этой выставки к Новому году давно витала в воздухе, ведь этот праздник – самый любимый всеми нами с детства, и у каждого из нас была любимая игрушка. Думаешь, что такое кукла вот в жизни каждого человека и в первую очередь тех людей, которые думают о космосе, мечтают о космосе, летают в космос. И ты понимаешь, что куклы уже не игрушки, а это или очень серьезный прибор, который говорит о том, что человек в невесомости или тот талисман, который вручает тебе мама или дочь и просит папа возьми эту игрушку с собой в космос. Посетители увидят, какие игрушки брали в космический полет и кто из покорителей космоса вдохновляет мастеров авторской куклы. Я решила сделать именно Икара, потому что миф про Икара знают все, конечно, но именно, если так посмотреть, он же первый символ человека, жажды такого человека к свободе, к полету, к своей мечте. А крылья Икара, они были опылены солнцем, развалились, как бы расплавились. А крылья моего Икара тоже сделаны из металла, они опылены тоже огнем настоящим, то есть это металл обожженный. Это как символ, что нельзя сдаваться, надо лететь к своей мечте, несмотря ни на какие трудности. В этом камерном пространстве музея космонавтики, проходя от витрины к витрине, наслаждаешься волшебным миром поистине космического искусства. Здесь куклы – это воплощение легенд Валентины Терешковой, Константина Циолковского и разнообразных космических персонажей. А еще, посетив выставку, гости узнают о традиции космонавтов использовать в качестве индикаторов невесомости мягкие игрушки. Ну, вообще-то я не знаю, кто придумал, что, наверное, это само собой как-то возникло, если дети просят, возьми мою вот эту вот игрушечку. Я не могу назвать ее традицией, что это обязательно должно быть. Но, во всяком случае, оно работает. У взрослых людей появляется некая связь такая вот со своим детством, там тоже воспоминания, дом, семья. В этом что-то есть такое очень трогательное. И я бы сказал, что очень доброе и человечное. Украшением выставки является новогодняя елка, на которой все игрушки сделаны мастерицами собственноручно. Каждая из них – это уникальная авторская кукла. А какие игрушки космической тематики были популярны в прошлом веке? Мы решили побеседовать на эту тему с президентом Союза коллекционеров России, который любезно показал нам предметы из своей коллекции. Здесь и подарки кремлевской елки, которые были изготовлены с символами или с каким-то изображением космических аппаратов, и там белки и стрелки и так далее. Это игрушки с изображением космонавтов, это всевозможные флажки, игрушки. И очень много было открыток новогодних, на которых был изображен космонавт. Вот эта вот коробочка, если здесь вот прочитать, это Москва-Кремль. Это была кремлевская елка, это была елка 61-го года. Подарок для детей? Это был подарок для детей. В этой коробочке был подарок для детей. Были такие билеты на проход на эту елку в Кремль. И, соответственно, там половина, один контроль был на проход елку, а второй контроль был на подарок. Вот здесь написано с новым 1961-м годом, а с обратной стороны белка и стрелка. То есть это получается 61-й год, это еще до того, как полетел Гагарин в космос. А это еще раньше на год. Это тоже кремлевская елка, коробочка от кремлевского подарка. 60-й год, то есть нашу запустили спутник, но как бы то ни было, видите, здесь Дед Мороз верхом на ракете. То есть уже как-то планировалось, наверное, полет человека в космос. То есть очень интересные вот эти вот коробочки. Вот новогодние игрушки я вижу у вас. Да, новогодние игрушки. Предположение космонавтов? Да, их было масса всевозможных. Они отличались и по разновидностям, и по размеру. Вот это, пожалуй, самые первые были. Это так называемый картонаж. Вот тоже, видите, вот такой космонавтик. А я думала, это из алюминия или из какого-то металла. Ну вот, да, это был картон, и он такой прессованный, из него вот делали такие игрушечки. Они не бились, очень были удобные для детишек даже в руках подержать. А вот этот космонавтик, вот самый маленький, вот он такой, 2 сантиметра в высоту, были такие елки-малютки. То есть они были вот такой вот высоты, там буквально 25-30 сантиметров, и на них были вот эти все игрушечки вот такого вот размера. Там очень милые, и на самом деле достаточно редкие, кстати. За мою бытность занятия там винтажными антикварными предметами мне такой космонавт попался в первый раз. Вот он стоил 17 копеек. К сожалению, вот здесь вот, вот эти вот штучки, которые здесь должны быть колени, такие вот, как вот этот вот его грудь, да, грудь и спина, но они уже смялись из-за того, что его где-то кто-то положил и забыл вот это вот закрыть. На самом деле, это у нас получается 85-й год, несмотря на то, что это уже, ну там, ближе к завершению Советского Союза, да, но космонавты еще были в теме. Представьте, какой интересный, симпатичный. Да, очень такая позитивная, яркая игрушка. Да, согласен. А вот это вот тоже интересная очень штучка, это, держите, это флажки, то есть их вешали и на елку, и рядом с елкой, но вот здесь вот очень интересные, есть отдельные флажки, вот допустим, здесь Новый год, 62-й. Да, 62-й. Да, и вот здесь с одной стороны белка, а с другой стороны стрелка, вот эти две собачонки. Ну и здесь космонавты где-то изображены, то есть представьте, да, вот как они красиво висели. То есть 62-й год, им практически почти 60 лет, но вот они вот сохранились до этого времени. Мы уверены, что у многих российских семей остались старые и любимые новогодние елочные игрушки космической тематики или что-то из новогодних сувениров. И, возможно, в этом году, когда вы о них вспомните, они станут центральной композицией вашего новогоднего праздника. А пока давайте помечтаем, как в детстве, чтобы наступающий год стал для каждого из нас очень благополучным и счастливым. мечтать. А когда ты мечтаешь, оно сбудется. Выбрать свой путь надежных друзей, помощников, верить в добро, творить, выдумывать, пробовать. Все получится. Спасибо, что были с нами. Увидимся в большом космосе. С Новым годом! С новым счастьем! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА